Виктор Андреевич, расскажите, пожалуйста, про процедуру экзамена, для того, чтобы всем здесь присутствующим стало понятно, почему всех приглашают за 60 дней. Независимая оценка квалификации входит уже в нашу жизнь полноценно. Все, чем далее, тем более мы сталкиваемся с ней. И, в общем-то, это, наверное, процесс такой, который будет иметь абсолютное развитие. Ведь сама цель, независимая оценка квалификации, или одна из целей, это, в общем-то, системная, постоянная поддержка своей квалификации именно как работника. Поэтому в процесс мы будем вникать с вами каждодневно. Я же предлагаю в начале той темы, которую мне поручили озвучить, познакомиться, в общем-то, не детально, а в общих чертах с участниками системы независимой оценки квалификации, которая прописана в 238-м федеральном законе о независимой оценке квалификации. Это буквально в двух словах. Это Национальный совет при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. В задачи совета входит стратегия развития системы профессиональных квалификаций, подготовка предложений президенту Российской Федерации, наделение полномочиями, отбор советов по профессиональным квалификациям. Далее Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, орган, занимающийся проработкой нормативных правовых актов в системе независимой оценки квалификации, обсуждения и утверждения. Национальная агенция развития квалификации. Орган, выполняющий задачи методического характера, поддержание независимой оценки квалификации, выработки документов и предложений в адрес Национального совета на основе профессионального общественного обсуждения и предложений, которые получают от центров оценки квалификации, от советов по профессиональным квалификациям. Советы по профессиональным квалификациям – это органы, создаваемые на основе ассоциаций работодателей, работников, союзов и имеют свою отраслевую направленность. Центры оценки квалификации проходят отбор в отраслевых советах, наделяются полномочиями по проведению независимой оценки квалификации, по проведению профессиональных экзаменов. Ну и еще есть у нас соискатели, безусловно, в лице как физических лиц, так и непосредственно работников, которые проходят независимую оценку квалификации. Вам предложена информация по межотростевому центру оценки квалификации, который мы сегодня представляем вашему вниманию. Хочу только подчеркнуть, что центры оценки квалификации проходят строгий, если не сказать строжайший отбор в советах по провоку квалификациям. Основные требования, которые предъявляются, это материально-техническая база, причем под материально-технической базой нам нужно понимать широкий спектр требований. Это как от наличия элементарных средств офисной техники, так и специализированных уже технических средств, которые, допустим, мы понимаем, принимаются в лифтовой отрасли, в сфере ЖКХ и так далее. Межотростевой центр оценки квалификации – это 8 центров оценки квалификаций, 2 экзаменационных центра и экзаменационная площадка. Взаимоотношение идет, вы сами представляете, по отраслевым СПК, и поэтому, безусловно, мы, с одной стороны, конечно, выполняем такую сложнейшую задачу соответствия, соответствия не только материальной базе, как он сказал, но и прежде всего, это одна из самых важных составляющих – это соответствие экспертов в соответствующей квалификации. Ну и, конечно, при наличии тех нормативных правых актов в области проведения независимой оценки квалификаций, конечно, каждый из советов по профквалификации предъявляет дополнительные какие-то свои требования, выходящие, конечно, за пределы общей нормативной правовой базы. Межотростевой центр проводит профессиональные экзамены не только по месту регистрации юридическому городу Москва, но и в том числе в пяти городах, вашему вниманию представлены, и, соответственно, по направлению, учитывая, что у нас сегодня мы говорим о строительстве и проектировании изысканий, то мы и представляем информацию по экзаменационным центрам, расположенным в соответствующих городах. Значит, в чем отличие центра оценки квалификаций и в чем взаимосвязь. Но отличие экзаменационного центра от центра оценки квалификаций заключается в том, что ЦОК делает шаг, что называется, на встречу, с одной стороны, расширяя места осуществления своей деятельности, с другой стороны, идя на встречу именно соискателям с тем, чтобы приблизить услугу и удобство в участии в профессиональном экзамене. Но акцент все-таки необходимо сделать для понимания, что все-таки экзамен проводит центр оценки квалификаций. Что значит проводит? Это закреплено 238 федеральным законом, то есть проводит, значит, организует, проводит, оформляет все документы. Все взаимоотношения с соискателями, с юридическими лицами, направившихся к работникам, идут непосредственно через центр оценки квалификаций. Экзаменационный центр – это чисто техническая площадка, безусловно, соответствующая требованиям материально-технической базы и экспертов, которая предоставляет возможность, не посещая юридический адрес ЦОК, допустим, в местах проживания или какой-то близости, проходить экзамен. Я предлагаю процедуру профессионального экзамена рассмотреть в четырех, скажем так, процедурах, с тем, чтобы как-то лучше нам было уже понимать. Я вижу так, со своей стороны, предлагаю вам, что про две, четыре процедуры – это предварительная процедура работа соискателем, обратившимся в ЦОК. Еще раз подчеркну, какой бы ни был рядом поблизости экзаменационный центр, все взаимоотношения у соискателей начинаются через центр оценки квалификаций. Следующая процедура – это оценочное проведение профессионального экзамена с применением соответствующих оценочных средств. Следующая процедура – это непосредственно уже обработка результатов проведения экзамена, ну и четвертое – оформление и выдача документов. На каждой из процедур мы с вами остановимся ровно настолько, насколько позволяет время. Мы можем, да? Нормально, как в режиме, чтобы я… Ну, минут семь. Семь, тогда начинай. Хорошо, спасибо. Значит, первая процедура – это обращение в Центр оценки квалификаций. Подается заявление для проведения независимой оценки квалификаций. Форма установлена приказом Министерства труда и социальной защиты. Значит, обязательно прикладываются документы – это паспорт или другой документ, подтверждающий и удостоверяющий личность, ну и документы, необходимые для прохождения профессионального экзамена по оцениваемой квалификации. То есть те документы, которые необходимы представить по стажу, по дополнительному профессиональному образованию и так далее, в случае если. Значит, решение о допуске к профэкзамену принимается в течение 10 календарных дней с даты поступления заявления от соискателя. Ну и два возможных решения – документы не соответствуют, документы соответствуют. И, соответственно, в случае, если документы соответствуют, значит, Центр оценки квалификаций вот как раз в этот момент согласовывает дату, время и место проведения экзамена. То есть либо место по выбору соискателя, это может быть экзаменационный центр, где ближе пройти, либо же Центр оценки квалификаций. Профессиональный экзамен проводится с применением оценочных средств. Разработку оценочных средств инициирует Совет по профессиональным квалификациям. Он же проводит методологическую и отраслевую экспертизу и только после этого выносится на утверждение в Совет по профквалификациям, принимается оценочное средство и предоставляется допуск Центра оценки квалификаций, пользуясь оценочным средством и, соответственно, предъявляется уже и применяется в момент проведения экзамена. Сам экзамен имеет две составляющие. Это теоретическая часть экзамена и практическая часть экзамена. Профессиональный экзамен проходит в данном случае, мы видим, в автоматизированной системе. В автоматизированной системе проводится экзамен теоретического плана и он является же допуском к прохожению этапа практического экзамена. Центр оценки квалификаций технопрогресс в области инженеров изыскания, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования проводит экзамен по трем квалификациям. Вашему вниманию представленный, вы, наверное, знаете. И это все седьмой уровень квалификации, уровень управленческого плана. В качестве примера давайте рассмотрим одно из требований квалификации. Вашему вниманию представлена квалификация главного инженера проекта, специалист по организации архитектурно-строительного проектирования седьмой уровень квалификации. И вот вы можете прочитать, какие требования для того, чтобы соответствовать и преддавать на подтверждение данного уровня квалификации. В том случае, если документы выдержаны согласно этих требований, значит, Центр оценки квалификации принимает заявление в работу и совместно с вами определяется местом дата и времени проведения экзамена. Очень важный момент, который уже был и озвучился сегодня, это соответствие документа о высшем образовании по специальности и направлении подготовки в области строительства. Есть ссылка на документ, который дает разъяснение и перечень этого соответствия, поэтому в случае принятия вами решения или рассмотрения принятия решения мы советуем к этому документу обратиться. Хотя и можно в том числе обратиться и в Центр оценки квалификации за консультацией. Теоретический этап профессионального экзамена в данном случае по квалификации главного инженерного проекта, значит, это 50 вопросов тестирования, время выполнения 60 минут и максимальное количество баллов, которые можно набрать, это 50, это значит, соответствие 1 вопрос, 1 балл минимальное, 36. Немножко скажу, что, да, экзамен проходит при участии экспертной комиссии в составе не менее трех экспертов, которые имеют подтвержденную квалификацию советом по профквалификациям. И экзамен проходит при обязательном контроле видеофиксации, контроле присутствующих в момент экзамена экспертов. В общем-то, все, что, как и было ранее здесь прозвучало, очень строго с точки зрения пользования какими-либо нормативными документами, средствами связи и так далее. В случае, если будет это обнаружено, даже если Центр оценки квалификации пропустит экзамен, надо иметь в виду, что документы и экзамен утверждает Совет по профессиональным квалификациям, которые в том числе просматривают видеофиксацию экзамена. Практический этап профессионального экзамена представлен вашему вниманию. Вы можете с теоретической базой, с практическими экзаменами ознакомиться на сайте соответствующего Совета по профессиональным квалификациям. Он в открытом доступе есть, пожалуйста. Это как элемент ознакомления и какой-то элемент подготовки. С учетом экономии времени мы не будем, я думаю, рассматривать детально, потому что здесь, в общем-то, аналогия проходит, но и в том числе также система. Аналогично тоже в том числе и в данном случае 50 вопросов, проходной 36 баллов и 60 минут на выполнение. Практический этап профессионального экзамена предоставляется задание, которое нужно решить в определенное время. На основании протокола и копии комплектов документов, которые подготавливают и направляют по завершении экзамена Центр оценки квалификации в Совет по профквалификациям, документы рассматриваются в течение 14 календарных дней. Совет принимает, утверждает результат, и далее документы идут уже на утверждение в Агентство национального развития квалификации. При выполнении всех требований теоретического, практического этапа экзамена, отсутствии замечаний со стороны Совета по профквалификации и утверждения результатов соискатель получает на руки свидетельство о квалификации. Вашему вниманию образец представлен с QR-кодом, и данные заносятся в федеральный реестр независимого оценки квалификации. В случае неудовлетворительной оценки теоретической части экзамена формы заключения прохождения профессионального экзамена вам предложена, то же самое в эти же сроки оно будет вам направлено. Вот, в общем-то, представлен алгоритм, и мы можем просчитать, что вернемся к тому, что с даты приема регистрации, я повторюсь, 10 календарных дней на принятие решения, то есть документы принимаем или возвращаем по каким-то причинам. Далее, значит, согласование даты, времени и места, это не регламентируется, как уже соискатель активен будет, и Центр оценки квалификации совместно найдут здесь решение вопросов. Но очень важно, с даты проведения профессионального экзамена отсчет идет, и если мы, давайте посмотрим сразу, конечная точка, это 30 календарных дней, о чем уже было сказано, в течение 30 календарных дней экзамен проводится, результаты оформляются, передаются в Агентство, в Национальное агентство развития квалификации, где оформляются документы, и Центр оценки квалификации в течение этих 30 календарных дней в срок должен, в том числе, направить документы соискателю. Процедура достаточно такая, в общем-то жесткая, скажем так, хотя по проектам документов еще хотят уменьшить сроки. В реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации размещается, размещается сведения о результате экзамена, он имеет доступ ограниченного характера, то есть по фамилии найти соискателя невозможно, но подтверждение вполне можно получить на основе уникальных данных, размещенных в свидетельстве о квалификации, именно номера. Это один момент, и второй – это QR-код, который вы видели. Результаты проведения независимой оценки квалификации в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования за 2022 год, безусловно, здесь обращают внимание на высокий процент непрохождения профессионального экзамена. Аналогично мы видим еще даже более в области строительства. Все это говорит о том, что для прохождения успешно, независимой оценки квалификации, безусловно, нужна подготовка. Подготовка, в общем-то, состоит, вы знаете, она многоэтапная, я бы сказал, или многофункциональная с точки зрения подхода. Это и настрой, это собственный настрой на экзамен, это теоретическая часть прохождения и практическая, которую мы, в общем-то, в принципе, имеем возможности, информация в этом, ресурсы для подготовки есть. Это, конечно, и психологическая подготовка, это и ознакомление с интерфейсом при последующем участии экзамена. Все эти ресурсы представлены, в том числе, Центр оценки квалификации проводит подготовку соискателям, поэтому, пожалуйста, можете воспользоваться и нашими предложениями. Ну и кроме того, безусловно, говоря сегодня о строительстве, архитектуре, нужно сказать, что это одна из задач, которая сегодня, ну, раз вы здесь присутствует, я понимаю, что вам нужно еще и эту задачу решать. Ну и кроме того, независимая оценка квалификации, это вообще она как бы полезна из точки зрения того, что это конкурентные преимущества на рынке труда, прежде всего, это продвижение в должности, это возможность подтвердить свою квалификацию независимо от места работы образовательной организации и невозможности субъективной оценки со стороны работодателя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова